И не прекращается поток помощи нашим военным от волонтеров и просто неравнодушных граждан. На отправке очередной гуманитарной помощи защитника Мариуполя побывала наша съемочная группа. Название фонда «Солдатские матери» говорит само за себя. Эти женщины, как никто, переживают о том, чтобы украинский боец был сыт, одет и надлежащим образом оснащен. Отзывчивость людей не перестает удивлять, говорят волонтеры. В подтверждение зачитывают письмо тяжело раненого бойца, приславшего обмундирование. Передаю вам из батальона «Донбасс» позывной «Дядя». Вышел живым и вам всем желаю повернуться живыми одях и взутя, но вине одевани. С наилучшими пожеланиями, дядя. Слава Украине. Бойцам отправляют практически все, что может понадобиться – продукты, одежду, одеяло, генераторы. Отдельным пунктом значатся лекарства. Галина, отвечающая за сбор и поставку медикаментов, рассказывает. Это далеко не первая внушительная партия лекарств, заслуга одной из аптечных сетей города. Люди отказались от своих корпоративов, от прочих праздников. Выделили специальные деньги на эти программы. Сейчас мы уже проедаем, можно сказать, их веселый Новый год. Это в основном противопростудная группа препаратов, антибиотики и так далее. Ну и естественная перевязка, жгуты, кровоостанавливающие препараты. А это, как их называют волонтеры, браслеты выживания. Их передает солдатам в комплекте с инструкцией, написанной как можно более понятным языком. Все это в Мариуполь повезет у миджуракулов. Мужчина зарабатывает на жизнь грузоперевозками, а параллельно вот уже полгода занимается доставкой помощи бойцам АТО. Он не понаслышке знает, что нужно военнослужащим нашей 55-й арт-бригады и в чем нуждается мариупольский военный госпиталь. Им не хватает как раз вот же, что вы видели, водонагревателя, холодильник, продукты, медикаменты, теплые гражданские вещи. Волонтеры призывают каждого оказать посильную помощь военным. Ведь только вместе мы сможем одержать победу.